Ну что, привет, мои ароматные дырочки! С вами снова я, Кирилл, и сегодня я вам покажу в этом видео свои апрельские фавориты. Вот чем я часто пользуюсь, а пользовался я очень много чем, много чего распробовал. Вот, поэтому оставайтесь со мной. В конце видео мы также проведем розыгрыш охеренной штучки. Это набор больших пробников от Essential Parfum. Такой вот шикарный наборчик. Смотрите, можете посмотреть, какие здесь ароматики. Так вот это прекрасно выглядит. Поэтому, кто хочет получить наборчик, смотрите видео до конца. Вот, и все будет ровно. Итак, давайте начинать. Ароматы апреля. Первое, с чего я вам хочу начать, это с такой вот штучки, дрючки. Я тут не зря, кстати, в халате. Такая, знаете, королева бани. Вот, не зря. Потому что сейчас я вам, короче, расскажу, чем я пользуюсь каждый день. И это балдежно. Короче, давайте. Первое. Хочу вам рассказать свою историю о Шанель номер 5. Каждый день мы ходим в душ, естественно. И каждый день... Сейчас вам покажу, чем я пользуюсь. Короче, мыло Шанель номер 5. Потом после душа наносим крем Шанель номер 5. Потом наносим дезодорант Шанель номер 5. И потом наносим дынку для волос номер 5. А потом еще наносим парфюмерную воду или туалетную Шанель номер 5. Вот этот вот, эта комба, это просто стал разрыв дырочки. Эта комба, это разрыв дырочки, девочки. Вот, вы знаете, мне кажется, запах стоит на весь Нижний Новгород, когда я начинаю ванную процедуру. Смотрите, красные щеки. Это не потому, что я смущена. Это потому, что у меня тут очень сухая зона, короче. Очень сохнут щеки в последнее время, знаете. Непонятно почему. Хотя всем, чем можно, их мажу. Короче, девочки, давайте я вам просто расскажу. Крем номер 5 Шанель. Крем для тела. Запах держится просто часов 5-6. Ой, прям до сих пор благоухают руки, плечи. Короче, все пахнет Шанель номер 5. Дезодорант спрей, точнее. Ну, дезодорант спрей. Такое вот, не знаю, видели вы его или нет. Такой вот спрейчик. Это очень суперлегкая версия. Можно и на подмыхе, и на сиськи, куда хотите. Ну, балдежная версия. Также усиливается запах. Потом дымка для волос пятерка. Ну, вы поняли. Она еще, кстати, с ухаживающими компонентами. Вот это вот дымочка. Ну, и заканчиваем мы, естественно, там парфюмерной водой или туалетной. Вот эта комба, она у меня ежедневная стала. Серьезно, ежедневная вечерняя комба. Сейчас я, естественно, этим пахну. И мыло Шанель номер 5. Но я его не стал тащить. Оно уже там в мыльнице все равно. Не российшее, но мокрое. Не стал я мыло тащить. Шанель номер 5. Это стало моей бомбой вообще. Оно просто разорвало мне бошку. Я еще больше полюбил Шанель номер 5. Шанель номер 5 с этим комбо. Вам советую обязательно подключать к своим любимым ароматам банные линейки. Докупать дезодоранты, кремы для тела. У Нарцисса Родригеса есть крема. У Мюглера Феллиан и Анжелы там тоже есть крема. Ну, короче, вы поняли. Попробуйте. У вас есть наверняка любимые ароматы. Попробуйте еще вот банную линейку. Потому что это стал на ежедневный ритуал добавлять такие ароматы. И в так гонку еще принес вам показать Ле Руш номер 1. Тоже Шанель. Тоже у меня стоит в ванной. Когда пятерка надоедает, пшикаюсь номер 1. То есть легкий-легкий аромат цитрусов, розы, фруктов. Все заебись, короче. Хорошо живем, в ус не дуем. Вышли из душа, пшикнулись и хорошо. Короче, очень вам рекомендую, знаете, обзавестись парфюмерными спреями. Именно хорошими, качественными. Чтобы вам было приятно на них смотреть. Тогда вообще любые невзгоды и горести вам будут ни по чем. Поэтому вот эту вот тему рекомендую. Дальше, что по парфюмкам? По парфюмкам давайте начнем с бюджета. Короче, вот эта шляпа Tiss My Cherry от Landoor стоит полторы тысячи. Или там тысячу. Короче, прочекайте. Абсолютный аналог Lost Cherry. Вот, пшикал его раз 4-5. Микропшик просто. И хватает на целый день. Ядреннейший аромат. Полнейшая копия Lost Cherry от Tom Ford. Короче, это шок, потому что за полторы тысячи пахнуть абсолютно аналогом Lost Cherry, мне кажется, это невозможно. Но Landoor это смог. Поэтому мой ему респект. Lost Cherry, как сказать. У меня был большой отливан Lost Cherry. Что-то я заговариваюсь. У меня, наверное, инсульт. Вот. Был большой отливан Lost Cherry. Я его испшикал. Меня там придушила нота мускуса, короче, в конце. В конце аромата. Тут она также присутствует. Но иногда хочется. И что-то вот в последнее время, в апреле, очень часто пользуюсь, короче, вот этой вот Lost Cherry. Балдежная штука. Обязательно ее прогуглите, прочекайте и купите. Полторы тысячи стоит балдеж. Балдеж, перейдешь. Дальше. Удивляшка, банальщина. Сейчас вам такую шляпу покажу. Короче, никто этим не пользуется, а я пользуюсь. Dolce & Gabbana Light Blue. Короче, начало апреля было у нас жаркое, такое душное. Поэтому я пшикался Dolce & Gabbana Light Blue. Но это не зазорно, знаете, не стыдно. Но так вот вам сказать. Знаете, он мне навеял, короче, лет 7 назад. Я на какой-то заправке, когда я между городом ездил, на заправке купил себе какой-то ужасный-ужасный аналог на Light Blue. От, как же он называется? Короче, какая-то рыночная парфюмерия. И он пах прям как Light Blue. И вот я пользуюсь теперь оригинальной Light Blue. И меня переносит в ту самую заправку. Поняли? Ну, короче, яркие цитрусы, белые цветы. Очень, знаете, ярко, взрывно, свежо, красиво. Это, знаете, не для того, чтобы думать там, чтобы там, блядь, восхищаться, восторгаться. Это просто такая вот очень-очень приятная парфюмерия, поливашка. Ну вот действительно, какой должен быть парфюм, он должен приносить радость. Ну и все остальное. А вот эти вот ганимеды, пусть там ими дрочат другие люди. А мы с вами, короче, знаете, девочки простые, полились и пошли. Вот. Дальше, короче. Я не знаю, это снятость или нет. Но, короче, вот такая вот Givenchy Play. Givenchy. Смотрите. Такая вот прикольная тут штучка. Вообще. Я ее, на самом деле, пользуюсь очень редко. Но вот что-то в апреле решил этой кринжатиной. Ой, сколько тут? Ой. Смотрите, сколько. Короче, я тут, наверное, миллилитров десяти спшикал, потому что тут было больше. Миллилитров десяти это дофига, но я его не жалею. Очень-очень приятные ягоды. Приятнейшие ягоды. Тут, кстати, пирамида написана. Бергамот. Какой-то Амирис. Сандау мускус. Дерево фрукты. Короче, он для меня ягодно-фруктовый. Знаете, задорные. И тут божественные ягоды. Знаете? Я вот перенюхал все ягодные ароматы у себя в коллекции. И понял, что вот этот вот Givenchy Play розовый. Eau de parfum pure form. Eau de parfum for woman. Короче, это лучшие реально фрукты из люкса. Наилучшайшие. По секрету вам скажу сейчас. Я, знаете, я вот ваша парфюмерная крыса Лариса. Можете называть меня парф-крыса. Я пиздела на мансиру. Говорила, что мансиры говно. В итоге ко мне едут две мансиры. Ждите распаковку. Такая вот я у вас крыса. И, короче... Не знаю, зачем я это сказал. И... Лучшие фрукты. Лучшие фрукты. И от мансиры... От мансиры. Не буду, короче, вам спойлерить, что я заказал. Мне кажется, будет похоже. Офигенные фрукты. Дико рекомендую вам этот Givenchy Play. Я не знаю, снят он или нет. Но вы найдите обязательно. Это серьезно лучшие фрукты. Мускус тут прям... Вот прям как надо. Не дать, не взять. Ни меньше, ни больше. Вот так вот. Запоминается. Eau de parfum. For femme. For femme. For femme. Ой, кто-то у меня, кстати, разбарагузился в прошлом видео. Ой, ты неправильно называешь. For femme. Вообще-то надо for femme. Девочки. Ну мне похуй. Как что называется. Мне вот, знаете, насрать. Как что называется, блядь. Лепетиты, робе, ноире. Суть не меняется. Мне вообще насрать. Либо, ну я не знаю, кто. Вот лепетиты, робе, ноире. Вы что, не поняли о чем я? Все прекрасно поняли. Поэтому все. Ликбезы будем устраивать, блядь. В детском саде на рублевке. А у нас девки простые. Поэтому пиздим. И не пить. Че-то я разошлась. Поэтому пиздим и это. Не того сами. Короче. Лепетит робе нуар. Версия от Parfum Intense. Вот эту вот штучку я, если честно, недолюблю. Но в апреле она мне зашла. Короче. Дикая лаванда. Лавандырия. Немножко вишенки. Куча мускуса. Амбра пачули. Вот мне сейчас пахнет очень ядрёно. Очень сладко. Очень ядрёно. Очень пачулиево. Но пачули здесь не подвальное. А такие вот, блядь. Амброво-мускусные. Это подходит как раз таки на... Знаете, вот если в жару, то есть пахнет говнищем. Вот в холода зимой пахнет девинищем. А вот осень-весна, вот сейчас в домисезон, вот эта версия, она так заиграла. Вот как наносишь, тебя просто сбивает волной этих пачули амбровых, прям отрыжки кашалота. Ну вот проходит минута, пять минут. И начинается охуенчик. Высшая школа экономики. Шикарные ароматы. Короче, дико понравилось. И раскрылась тут, знаете, в лаванду, как будто капнули немножко вишни, распидорили мускусом и фруктами. Очень красиво зазвучало. Я прям понял, вот это вот платье. Версия Eau de Parfum Intense. Также вам рекомендую. Я знаю, многие её недолюбливают. У меня в парфобарахолке многие её выставляют, потому что как раз таки она такая вот спорная. Есть здесь такая вот нота пиздятинки. Но вот чтобы с ней разобраться, нужно, короче, её носить в деми-сезон. Поэтому обратите на неё внимание, она кайфовая. Дальше розыгрыш. Подождите уже. Кружка на литр, если ещё. Гранд-мазы. Короче, разыгрываем с вами набор пробников Essential Parfum. Тут, кстати, такие дядьки нарисованы с тетиками. Зачем их вообще сюда? Ну, это, наверное, парфюмеры, да? Набор пробников парфюмерной воды Essential Parfum Discovery Set. Короче, такой набор. Их раскупают сразу же в золотом яблоке. Он стоит миллион тысяч. Вот. Буквально без двух пшиков. Если хотите его получить, что вам нужно сделать? Быть подписанными на YouTube-канал, поставить лайк на YouTube-канал, подписаться на Telegram-канал Парфсук, подписаться на парфюмерную барахунку Парфмани. Это четыре пункта, которые от вас требуются. Всё просто. Лайк, подписка на YouTube-канал, подписка на парфюмерную суку Telegram и подписка на этот. И на Парфманию в Telegram. Все ссылочки вы найдёте в инфобоксе и в закреплённых комментариях. Поняли? Давайте выберем победителя рандомайзером на следующей неделе. Также в понедельник в конце видео будет итог конкурсов. Вам нужно написать комментарий и указать свой никнейм или имя пользователя. Вот. Обязательно проверяйте, не удалил ли YouTube ваш комментарий. Поняли? И желательно пишите его без собаки. Потому что, когда пишешь собаку, YouTube может удалить коммент. Ну, поняли, да? Короче, буду проверять, чтобы я вас нашёл. Напишите ник, имя пользователя. В любом комментарии в YouTube. Поняли? Вот. Всё, что от вас требуется. Поэтому всё. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Участвуйте в розыгрыше. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.